Все твои друзья гоняют на дорогих суперкарах? Владеют самыми дорогими апартаментами и проводят вечера на собственной яхте? Не расстраивайся, братан, ведь моя группа по прокачке сделает из тебя настоящего нефтяного магната в GTA Online. Любое количество денег, любой уровень, прокачка всех навыков и многое другое по самым низким ценам. Чего же ты ждешь? Переходи по ссылке в описании прямо сейчас. Ребят, всем здорова, с вами я Трипал и наверняка вы помните волну банов после выхода обновления торговли оружием, а также после выхода DLC контрабандисты. Помимо этого, многие из вас сталкивались с проблемой изменения банковского счета персонажа без вашего ведома. В общем, сегодня речь пойдет именно об этом, поэтому наливайте кружечку чая, берите печенюхи, обязательно ставьте лайк под этим роликом, ну и погнали. Итак, первое, что мы обсудим, это волну банов. На самом деле, тут все просто. Те, кто уже давно играет в GTA Online, все наверняка знают, но все же напомню то, что волны банов начинаются постоянно сразу же после выхода обновления и идут около трех, ну или в крайнем случае пяти дней. За этот срок Rockstar успевают забанить огромное количество игроков за получение нелегальной валюты, накрутки, либо же, например, модерских денег, которые вам может скинуть абсолютно любой читер вашей сессии. Чтобы этого избежать, закупайтесь накруткой до выхода обновления, либо же после волны банов, но никак не в ее период. А если же наглые читеры начали накидывать вам модерские бабки, то моментально выкинете игру с диспетчера задач, либо же отрубите интернет, чтобы автосохранение не успело произойти. По сути, по волне банов на этом все. Главное, играйте максимально аккуратно и все будет хорошо. Ну а теперь давайте обсудим более сложное явление в GTA Online, как изменение банковского счета персонажа. На самом деле, тут все более странно и непонятно. Rockstar начали практиковать такой тип, скажем так, наказания впервые после выхода обновления контрабандисты. Но проблема в том, что под крыло обнулившихся банковских счетов персонажей попали и полностью честные игроки. И да, такое действительно было. Многие не раз писали мне в личку ВКонтакте, что у них забрали все деньги, хотя ни накруткой, ни читами, ни прочими модерскими услугами они никогда не пользовались. И честно говоря, лично я не знаю, будут ли Rockstar по-прежнему отбирать деньги у честных игроков после выхода следующего обновления, который, напомню, по-любому должно выйти в декабре. Но факт остается фактом и такое вполне возможно. Кстати, подобные списания денег также начинаются сразу же после выхода обновления и как волны банов идут около 3-5 дней. Поэтому будьте на чеку. И я даже не знаю, куда бы вам вложить деньги, чтобы у вас их тупо не смогли забрать. И единственный вариант это, естественно, вложение в автомобили, но при этом вы потеряете около 40-50% ваших накоплений. То есть, смотрите, вы закупаетесь на все ваши деньги, к примеру, X80 Proto, и после окончания волны банов и списания денег, вы благополучно потихоньку продаете эти машины где-то в 2 раза дешевле, чем вы их покупали. В общем, ребят, на этом у меня все. Играйте в GTA Online аккуратно, особенно после выхода обновления, а также обязательно подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, и ставьте лайк под этим роликом. Ведь для вас это совсем не сложно, а для меня это безумно приятно. Напоминаю, что после выхода обновления накрутку покупать будет совершенно небезопасно, поэтому именно сейчас самое время это сделать. Переходите по ссылке в описании в мою группу по прокачке и по очень приятным ценам закупайтесь накруткой. Любое количество денег, любой уровень, открытие всех навыков и прочих услуг, а также вас ждут приятненькие бонусы. Ну а на этом у меня уже точно все, не забывайте про мой личный инстаграмчик, а также про мою страничку вконтакте. Ну и всем удачи, друзья, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok